Октябрь, время краеведов. Щелковский музей обычно в этом месяце проводит ежегодную конференцию, которая давно уже вышла за рамки городского округа Щелково. В этот раз форум посвятили усадьбам, а участники приехали из Королёва, Сергеева Посада, Пушкина, Мытищ и из Щелково, конечно. Хотелось бы именно больше общаться с коллегами, с теми музейщиками, которые тоже работают в усадьбах, прежде всего для отмена опытом. Ну а кроме того, краеведческая работа не прекращается, она продолжается, и нам очень важно тоже общаться с нашими краеведами, знать, какие у них новые открытия, какие новые исследования происходят. Щелковский историко-художественный музей не первый раз обращается к теме усадеб, но буквально на днях она получила новую актуальность. В начале октября в состав музея вошел Фриановский историко-краеведческий музей, расположенный в старинной деревянной усадьбе Лазаревых. Конечно, это не одномоментно все произошло. Несколько месяцев я ездила к коллегам, знакомилась с таким большим хозяйством. На самом деле это хозяйство, в полном смысле этого слова, потому что еще у усадьбы есть парк. Со всеми требованиями и так далее, и так далее. Это, как вы знаете, памятник федерального значения, усадьба и парк. Поэтому для меня это такая большая новая работа. И я надеюсь, вместе со своими коллегами мы справимся. Усадьба – это история и архитектура, судьба владельцев и история землевладения. В Щелковском крае всем известны усадьбы Глинки, Гребнева, Фрянова, Алмазова, Медная, Власова, Лукиноварина, Райки и некоторые другие, сохранившиеся в том или ином виде. А вообще у нас, оказывается, было более 60 барских имений. На конференции выступили представители знаменитых подмосковных усадебных музеев – Абрамцева, Муранова, Марфина. Они продолжают обнаруживать новые факты из жизни исторических владельцев усадеб. А чтобы гости, побывав раз, хотели приехать снова, проводят необычные экскурсии, гастрономические фестивали и много чего еще. С другой стороны, по-прежнему актуально возрождение усадебного наследия. Ведь многие, даже сохранившиеся здания, были в советское время перестроены, перепрофилированы или просто заброшены. Иногда жители через суд добиваются сохранения полуразрушенной усадьбы, как, например, в соседнем Королеве. Но можно далеко не ходить. На конференции обратили внимание, что над имеющим историческую ценность усадебным зданиям, принадлежавшим в начале XX века владельцам товариществом мануфактур Людвиг Рабенек, нависла угроза уничтожения. Оно известно как старый корпус детского садика номер один «Теремок» на Соплевке. Краеведы уже обратились в областное отделение общества охраны памятников истории и культуры. Краеведческая конференция – это всегда возможность обменяться опытом и наладить новое сотрудничество. Совместная работа ожидает Щелковский историко-художественный музей с младшим коллегой, музеем братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры. Усадьба основателей поселка Загорянский не сохранилась, но коллектив музея восстанавливает историческую дачу архитектора Мержанова, а в приспособленном здании бывшего сарая в ТСН «Северный поселок» уже разместили богатую экспозицию усадебного быта. «Первую выставку мы там открыли в 2021 году. Мы сделали, когда первый зал, выставка была посвящена теннису. И нам сейчас ужасно жалко, потому что я думаю, что это одна из самых больших коллекций, посвященных теннису. Она лежит у нас пока в коробках упаковки, потому что как только мы восстановили второй зал, то мы сделали там две экспозиции. В одном – дворянского быта, в другом – крестьянского. Сегодня мы очень удачно договорились с Загорянским музеем о совместной выставке. В музее содержится большое количество уникальных предметов, но нет площадей, чтобы их выставлять. И вот у нас как раз есть площади. Ежегодная краеведческая конференция продолжалась целый день. Материалы будут опубликованы на официальном сайте Щелковского историко-художественного музея. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.